Психология грошей Скучная торговля недвижимости Которая длина в периоде Но сейчас они очень развлекаются То продают книгу, то продают диск То вообще агитацию То организуют вот это вот Обслуживание людей Ну консультации мои И это все очень весело оживило коллективы Они сейчас наряжаться начали вдруг То есть это очень приятно наблюдать Что когда вы людей стимулируете Даже собственным поведением И в офисе всегда весело Открытые двери и люди там бегают И есть чем заниматься все время А какие вызовы у нас То человеку надо освоить срочно фотошоп То человеку надо срочно найти какую-то информацию То организовать сервер То распространить видеопродукцию А в результате люди учатся И осваивают это очень быстро Поэтому все зависит от постановки задачи компании Расшевелите свою собственную компанию Она может делать совершенно другую продукцию Которой она сейчас занимается А мы слушаем вас, здравствуйте Добрый день Добрый день Я частный предприниматель Занимаюсь выставлением мебели на заказ Шкафе-купе, кухня в основном Такое направление Понятно, я понимаю, что нужно ориентироваться на тех людей То есть мои потенциальные клиенты Скажем, там где я могу заработать деньги Это люди, у которых есть деньги Или в качестве эксперимента, Геннадий Если это возможно Например, если вам нужна какая-то мебель Я для вас рисую тот же 3D-дизайн То есть я уже научился продавать картинки Вот То есть смогу ли Вот мне просто интересно Оценить свой уровень Смогу ли я заинтересовать чем-то Клиентам Вот как бы там С достатком Как бы Я столько дом построил Обставил его итальянской мебелью И честно говоря Я не представляю, что меня может заинтересовать на сегодняшний день Пока не наемся от того Ну в качестве теста, наверное, можно попробовать Я просто рекомендую вам Проникните любым способом В любой дом К своему знакомому В квартиру Там дом И просто сделайте ему какое-то решение Как тест Не обязательно выходить на меня Это не очень правильно А потому что это не будет реалити-шоу Эти-шоу заключается ваше личное В том, что вы проникнете И вы научитесь проникать в эти дома Поэтому возьмите любой дом И скажите Я вам сделаю И туда придете Там уже вы можете что-то предложить Если есть что И напомню, наш телефон 235-83-79 Мы сегодня говорим о том, что Сверхзадачи очень полезны Они стимулируют мозг И не нужно стесняться ставить перед собой сверхзадачи Вот для вас, наши уважаемые слушатели Сверхзадачи как раз и может стать Всего лишь проникнуть к одному богатому человеку К богатому человеку У которого плохо решены вопросы с интерьером И возможно предложить ему встроенные шкафы Но богатые люди, как правило, импортную заказывают Здесь нужна марка Ну вот, кстати, двери я себе заказал Половина у меня дверей с Италии Там дорогостоящие А половину я заказал в Харькове И вот из Харьков И чем Харьков вас соблазнил? Вот они показали, говорят, что мы можем сделать такие двери Самое интересное, они не сделали такие двери Но мне Харьковские нравятся больше Они как-то поинтереснее для нашей среды И когда я людей привожу, я говорю Вот это сделали наоборот Это итальянцы, это и Харькови Да, эти не могут делать Люди именно так реагируют То есть могут предложить Вот, кстати, ребята, которые мне это поставляли К сожалению, плохо продают Потому что они не очень навязчивые Я там поставил еще две задачи Но это скромность, это и наша национальная черта Да, они не навязчиво предлагают Они должны были все-таки цепляться И дальше и дальше предлагать Ну вот они остановились, видать, из-за того, что далеко они И, к сожалению, они-то у меня есть на телефоне А мне лень к ним обращаться Хотя вот столярные изделия хорошие А мы слушаем вас, добрый день Здравствуйте Здравствуйте Ну я как бы сама вот художник Ну как бы рисую эту аэрографию Ну как бы завтра вот я встречаюсь с человеком Который вот мне как бы может выделить на это деньги Ну то есть как бы они у него есть Вот как вы говорите Нужно сначала найти человека А с чего вы будете брать деньги в этом бизнесе? С чего? Ну как бы с предоставлением этой услуги А в чем услуга? Ну, знаете, аэрография как бы рисует на машинах А, я понял, да То есть какие красивые рисунки на машинах Да, вот я этим занимаюсь То есть как бы хочу, чтобы это было как-то вот свое Фотографируйте на выбор машины Ну здорово, завтра встреча Вот девушка сказала, что завтра встреча с потенциальным инвестором Нужно подготовиться Ну, кстати, сфотографируйте его машину И обрисуйте вот в фотошопе Это тоже хорошее предложение Но убойное предложение должно быть Мы об этом говорили Ну да, он же должен почувствовать, что он на этом заработает Но это интересное направление Потому что люди уже так приелось немножко ездить на одинаковых машинах Хоть там и богатые, но все черные Хочется вот и мне там хочется иногда какую-то полоску приделать В зависимости от настроения А вообще расписывают машины В основном молодежь, судя по всему, золотые помидоры Ну и мы в кризис среднего возраста Тоже хотим какую-нибудь плямбу привесить Поэтому, ну, скажите, что В общем, Геннадий тоже ваш потенциальный клиент Потенциальный, да Хотя вот ребята мне там тюнинг прислали Но я пока не готов тюнинговать машину Потому что очень мощная тюнинг будет Богатая компания А мы слушаем вас, здравствуйте Геннадий, извините, а что вам, по-моему, от дверей нужно? Спасибо Вы все-таки меня как клиент драза Я говорю, что я только наелся этого ремонта Я три года строил дом И сейчас его обставил мебелью И, честно говоря, сейчас не планирую ничего делать Все-таки не бесконечно Говорят, что ремонт нельзя закончить Его надо, а тем более у меня строительство было Его надо прекратить резко Вот я сейчас принял решение прекратить И даже этим не заниматься У меня еще много не доделал На фейсбук сбросьте свою работу Я хоть посмотрю У нас время подводить итоги Да А итог такой Ищите необъединенную среду игрушками Социальными игрушками Не стремитесь в места, где вам спокойно Стремитесь в места, где вам неспокойно Трудно В которые вам надо вбиваться Вживаться Общаться с более сложными людьми Вот мне нравится известное изречение Что если хочешь здорово научиться играть в шахматы Всегда играй с более сильным соперником А у нас на сегодня все Следующий выпуск «Психологии денег» завтра В 5 вечера на Бизнес-радио 93.8 FM Программу для вас провели Геннадий Балашов И Виктория Светлова, зарабатывайте До завтра Деньги Им все равно, плох я или хорош Храплю я во сне или нет И какому я молюсь Богу Есть только одно, что я люблю еще больше Это чужие Стресс-шоу Геннадия Балашова Психология грошей